Дочь Солнца Где находится солнце, даже если оно скрыто за облаками Пчелы чувствуют свет и время Они точно знают, когда нужно посетить цветок, когда можно собрать больше нектара А еще у пчел здорово настроен навигатор Ее можно попытаться сбить с пути, но она не заблудится и всегда найдет дорогу домой Удивительная и прекрасна пчелиная семья Медоносы, разведчики, водовозы, строители, уборщики, охрана и даже няньки Все обязанности четко распределены В семье главная крупная пчела-матка, которая занята тем, что откладывает яйца больше тысячи в день Уборщицы чистят ячейки для личинок и нектара Воспитательницы заботятся о личинках Строительницы ремонтируют старые ячейки, строят новые, закрывают воском ячейки с личинками и медом Охранницы сторожат вход в улей и не пускают чужих пчел и своих пчел, вернувшихся без нектара Для обороны у пчелы есть жало А как они узнают своих и чужих? Каждому улью присущ особый запах Каждая пчела хранит этот запах в особом углублении тела А еще есть таинственный способ общения внутри пчелиной семьи Это танец Когда пчела-разведчица, агент 007, находит много цветов Она возвращается и совершает танец И в каждом движении заложен определенный смысл Чем быстрее танец, тем больше цветков она нашла По ее движениям пчелы узнают о том, в каком направлении лететь и какое расстояние до этого места А еще пчелы умеют вальсировать от радости, от хорошей погоды, например С раннего утра и до позднего вечера пчела собирает нектар Вы представляете, какое трудолюбие? Нектар – это источник энергии Примерно 19 миллионов полетов за нектаром Нужно для получения одного килограмма меда А когда человек забирает мед, пчелам приходится работать еще усерднее Потому что мед – это пища пчелы А еще нужна смелость Каждый вылет для пчелы может стать последним Золотистые щурки воспринимают пчелу как лакомство Шерш не перекусывает пчелу пополам, да и других опасностей много Но интересно то, что в бою пчела ведет себя достойно Она не сразу жалит врага Кружит вокруг, имитируя атаки И стараясь прогнать его от улья Щекочет крылышками пришельца, издавая зудящий звук А теперь вкусное продолжение нашей истории про мед Пчела-осборщица собирает нектар в специальный зубик В улья она передает его пчеле-приемщице Та добавляет к нектару ферменты и переносит его в ячейку сот Целую ночь гудит пасека, выпаривая из нектара лишнюю влагу Через несколько дней мед созревает И пчелы заделывают соты восковыми крышечками Говорят, пчелы очень хорошо чувствуют людей И водятся только у добрых А еще пчелы обладают способностью сплачивать людей Объединять, связывать их духовным родством Рай у каждого свой Пчелы и цветы – частицы земного рая Если на земле исчезнут пчелы, то через пять лет исчезнет человек Никто не способен заменить пчел Как и пылители, они ответственны за треть пищи, которую мы едим Что угрожает пчелам? Изменения климата Пчелы очень чувствительны Они не приспосабливаются к изменению температур И не выносят запах химикатов Что мы можем сделать для пчел? Самое простое – это сажать цветы, растения, медоносы Чтобы волшебный полет продолжался как можно дольше Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова